Приветствую дорогих зрителей и подписчиков! Сегодня ознакомлю вас с еще одним способом решения ошибок Windows, вызванных обновлениями, так как вижу, что год прошел, а проблема еще актуальна. Основная задача загрузить Windows. У меня при этой ошибке было только два варианта загрузки. Обычная загрузка и запуск средства восстановления. У некоторых из вас было больше вариантов загрузки. Как показал опыт, исправить проблему можно запустив средства восстановления или в редких случаях через адресную строку. Если у вас нету одного из этих двух вариантов, не мучайтесь и просто перестановите Windows. Ну а если варианты есть или просто хотите узнать проблему, почему случилась такая ошибка, смотрите далее. Сначала по первому варианту. Выбираем средство восстановления и ждем примерно 20 минут. Нажимаем готово. Компьютер должен выключиться. Запускаем его снова. Вся эта процедура детально показана в моем предыдущем видео, как и одно из решений проблемы синего экрана. Если Windows загрузилась, значит у вас уже успех. Дальше я познакомлю вас с проектом, предназначенным для полного решения этих ошибок. Заходим на сайт Simplix.info, ссылка в описании. Здесь мы можем ознакомиться с причиной ошибок и их решением. Как я понял, проблема касается некоторых 64-разрядных Windows 7. Ядро Windows после установки обновлений устаревает, и это приводит к ошибкам системы, а в некоторых случаях и к полной неработоспособности системы. Также на этом сайте или пройдя по ссылке, можно увидеть обновления Windows, вызвавшие ошибки. Есть два варианта, почему нужны были эти обновления. Первый для защиты от вредоносных программ, а второй нелегальная активация. Некоторые из этих обновлений были отозваны. Дальше мы видим инструкцию и ссылку на программу, которая помогает исправить эти ошибки. Ниже в комментариях на этом сайте вы получите информацию по обновлениям, которые вызывают blue screen или синий экран смерти. И насчет другого варианта решения через адресную строку. Некоторые из зрителей в комментариях писали мне, что запустили WinCarnel через адресную строку, так как у них не было варианта со средством восстановления. Лично я не знаю, как это делать. Заходите в комментарии, поспрашивайте, может вам помогут. Этот ролик выпущен для того, чтобы дать вам более информации по софтверных ошибках Windows, вызванных некоторыми обновлениями. Смотрите другие мои видео и подписывайтесь на канал. Буду стараться давать вам другую полезную информацию. Желаю вам иметь меньше проблем и ошибок в жизни. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok